Всем привет! Смотрите как восстановить данные с аппаратного RAID 5 собранного с помощью Windows Storage Spices на операционной системе Windows Server 2019. Что делать, если после переустановки системы или отказа дисков вы не сможете достать информацию с такого массива. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизация работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Встроенная в операционную систему Windows Server технология для создавания аппаратного RAID позволяет защитить ваши данные от их потерь. Данная функция используется, чтобы уберечь информацию в случае сбоя одного или нескольких дисков, в зависимости от конфигурации массива. Но все же, к сожалению, проблемы потери данных, с которыми сталкиваются пользователи этих систем, далеко не всегда связаны с неисправностью дисков. Сбой в программном обеспечении, некорректная настройка конфигурации пула, повреждения метаданных, случайное форматирование, удаление и т.д. Все это приводит к потере важной информации, после чего у пользователей возникает вопрос, как достать или восстановить файлы с такого массива. Чтобы вернуть утраченную информацию, вам понадобится специализированная утилита, которая поможет вернуть данные с поврежденного RAID. Воспользуйтесь программой Hetman RAID Recovery. Данная утилита поддерживает восстановление утерянных данных почти со всех известных RAID. С ее помощью вы без труда вернете утерянную информацию. Программа поддерживает все популярные файловые системы. Она автоматически исправит любые ошибки логической структуры жестких дисков и вернет их содержимое. Сбои в работе операционной системы, к примеру, в процессе обновления могут повлечь за собой появление критической ошибки, после которой система больше не загружается. После чего единственным решением остается только ее переустановка. Но как быть с RAID-массивом и всей информацией которая на нем осталась. После переустановки система может не распознать содержимое накопителей и в управлении дисками она отобразит их как чужие. Попробуйте сделать их импорт. Кликните по диску правой кнопкой мыши, затем импорт чужих дисков. Укажите группу и ОК. В следующем окне система отобразит список томов, которые она нашла на дисках. Нажмите ОК для подтверждения. После все диски появятся в проводнике. Случаются ситуации, когда импорт заканчивается неудачей, и некоторые массивы как в нашем случае с RAID 5 по-прежнему остаются недоступными. Или же после аппаратного сбоя и других непредвиденных ситуациях была повреждена часть метаданных или идет процесс бесконечной ресинхронизации, при которой диск остается недоступным для чтения или записи. Вы случайно удалили часть данных или отформатировали носитель. В таком случае воспользуйтесь программой Hetman Raid Recovery. Она автоматически просканирует диски и отобразит всю известную информацию. Как видите, программа без труда определила все параметры нашего массива. Осталось просканировать диск и вернуть найденную информацию. Кликните править кнопкой мыши по диску и выберите быстрое сканирование. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось найти данные, выполните полный анализ. процесс. По завершении процесса отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите «Восстановить». Укажите путь, куда сохранить файлы и еще раз «Восстановить». По завершении все файлы будут лежать в указанной папке. В том случае, если повреждены один или несколько дисков, и программе не удалось определить точных параметров массива, воспользуйтесь RAID конструктором. Выберите пункт «Создание вручную», «Далее», укажите всю известную информацию в вашем массиве, тип RAID, порядок блоков и его размер. Выберите диски, из которых состоял ваш массив и укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми, кликнув по этой кнопке. После заполнения всех известных параметров нажмите «Далее», после чего RAID появится в менеджере дисков. Кликните по нему правой кнопкой мыши и запустите анализ. Отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите «Восстановить». Даже при повреждении более одного диска программа способна восстановить файлы, которые остались на диске. Но так как отсутствие более одного диска с данного RAID является критическим, часть данных может быть повреждена. Максимальное количество отсутствующих дисков повреждений файлов определяется типом Storage Spaces RAID. Простые Stripe требуют наличия всех дисков. Зеркальные Mirror и с применением четности Parity могут компенсировать отсутствие одного диска. Трехсторонние зеркальные способны продолжать работу после одновременного отказа двух дисков. При отсутствии большего количества дисков, чем позволяет конфигурация хранилища, файлы могут оказаться поврежденными или недоступными из-за отсутствия информации о избыточности. В таком случае восстановить утерянные файлы в полном объеме весьма затруднительно. Для предотвращения потери не забывайте регулярно делать резервное копирование важных данных. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.